С удаленными редакциями, с внезапно свалившимися какими-то ограничениями либо, наоборот, цифровыми возможностями для редакций, не так много в России людей, которые системно, регулярно делятся этими знаниями. Поэтому сидеть, что-то зажимать и говорить, вот, если вы подпишетесь на наш канал и поставьте нам лайки, и только тем получится эта информация. Нет, на самом деле все, что мы сейчас будем делать в отношении редакции, конечно, можно перепечатывать, можно всячески и приветствуется, всячески распространять среди журналистов и редакторов. Но по моему опыту, все-таки основные проблемы, они даже не в том, чтобы узнать, какие инструменты существуют. То есть мы же, я просила всех, кто регистрируется на вебинар, попросила всех написать, какие вопросы действительно волнуют, что больше всего беспокоит. И вот когда анализируешь эти ответы, по этим текстам достаточно легко понять, что сейчас происходит во многих редакциях. То есть я видео записывала, когда я говорила про пять стадий принятия, то есть разные редакции, разные люди внутри редакции, они находятся на разной стадии принятия самого факта, что производственные процессы, бизнес-процессы, то, как всю жизнь, всю жизнь была организована работа редакции, это сейчас изменится, причем не очень понятно, на какой срок. То есть это вот как раз такая проверка, во-первых, коммуникации внутри редакции и проверка каждого человека, каждого сотрудника. Мы все через это пройдем и столкнемся с очень разным опытом. Поэтому давайте мы всячески будем поддерживать людей вокруг себя, всех редакторов, журналистов, снабжать их полезной информацией, советами, заботой, обнимашками и прочими радостями. Нам самое главное сейчас не потерять вот это взаимодействие внутри цеха, внутри профессии. Ну что, друзья, 11.02, давайте мы пойдем по программе и исправил, как мы проводим вебинары, чтобы они были максимально полезны. Значит, так как нас немного сейчас, я так думаю, что люди порассчитывали, что будет запись, так как нас немного, то все вопросы, которые у вас возникают, может быть детальные, может быть конкретные, здесь себя не сдерживаете ни в коей мере. Все вопросы пишите в чат, я на все из них обязательно отвечу. Я расскажу какие-то принципиальные вещи, что нужно обязательно сделать для того, чтобы настроить удаленную работу в редакции. Но всегда в каждой редакции, в каждом коллективе, в каждых условиях всегда есть, конечно же, детали. Не бывает универсальной таблетки, не бывает одного единственного какой-то схемы, которые хоп, внедрили, и все одинаково работают. И я обозначу, конечно, факторы, которые влияют на любые изменения, которые происходят в редакции. Значит, что у меня есть за плечами, и почему я не очень большой восторженный сторонник удаленной работы, потому что любая работа, любой коллектив, особенно когда мы работаем в коммуникации, это взаимоотношения между людьми. Каждый человек в силу своего опыта, своего характера по-разному относится к живому общению и к дистанционному общению. А уж тем более, если это связано с выполнением каких-то заданий. Абсолютно у каждого человека индивидуальная ситуация, что происходит у него дома. Это прекрасная картинка, которая рисуется, что вот человек поехал работать домой, вот он там себе сделал маленькое рабочее место и сидит, фигачит. На самом деле, там у человека может быть трое детей, а скандалишская, вот, отлично, фасоль пригорела, прекрасная. Да-да, при этом этот запах будет преследовать и отвлекать абсолютно от написания очень умных статей. Далеко не всегда в наших домах люди, которые там живут, это милые, прекрасные, замечательные люди, с которыми полное взаимопонимание. То есть вся эта история про удаленную работу имеет два больших полушария. Первое – это выполнение производственных заданий, и про это мы поговорим. То есть это скелет. Мы работаем, наши сотрудники работают. Суть работы не в том, чтобы приходить в редакцию, а суть работы в том, чтобы выпускать медиапродукты. Когда мы занимались трансформацией редакции и консультированием редакции, когда мы приезжали вживую и разговаривали с людьми, вот вроде бы это очевидная мысль, что мы на работу ходим работать, вообще не для всех сотрудников является аксиомой, является очевидностью. У многих людей в голове присутствие на работе равно работе. И вот это вот то, чему в первую очередь учатся фрилансеры и учатся люди на удаленке, что неважно, сколько времени ты потратил, единственная ценность является тот продукт, который ты создаешь. Если ты пишешь статью, это статья. Если ты там делаешь... Не-не-не, поздно-поздно я не смогу, Алла, я не смогу подключить людей, потому что регистрация уже закрыта. Только потом уже материалы, когда по итогам сделают. Значит, материал, сверстанная полоса, там смонтированный ролик, вот это является мерилом выполненной работы. И далеко не во всех редакциях это всеми понимается и всеми признается. Это первая граблина, на которую наступят люди, которые начнут организовывать редакционную работу. Есть несколько вопросов у нас там было предварительных про то, что вот есть молодежные редакции, есть редакции, в которых очень большой, большая разница между... по возрасту, да, и по вот этой включенности в диджитал, большая разница между сотрудниками. И нужно понимать, и всем людям, которые организуют работу, управленцам, нужно понимать, что у людей есть психологические стопоры, психологические возражения и страх изменений, вот перехода на вот этот принцип, не важно, сколько времени ты был, важно, что ты сделал. С молодежными тоже очень такая ситуация. Они часто приходят в редакции потусить. Для них вот это создание медиапродукта, это побочный продукт их исполнения, их потребности. Они приходят туда общаться, прикоснуться, там, влиться в сообщество, то есть они решают абсолютно свои психологические задачи. У них нет фокуса на то, чтобы производить медиапродукт. Вот, поэтому вот помним про то, что люди будут прикрываться какими угодно словами, какими угодно логическими обоснованиями, что они не смогут, это не работает, так не получится, но в основе их лежит страх. Что там в этом страхе есть? Первое, это человек внутренне знает и понимает, ну, как бы мы все осознаем, сколько мы производим результата в день или в неделю. Человек внутренне боится, что когда процесс пойдет и учет пойдет по результату, а не по времени, проведенному в редакции, то выяснится, что он не нужен. И вот здесь самая большая боль, что действительно, когда идет трансформация, когда идет детальный просчет, что мы делаем, сколько мы делаем, и какая производительность у каждого человека, очень часто всплывает, что человек, который имитирует бурную деятельность, на самом деле производит либо мало, либо то, что не надо, либо то, что не востребовано аудиторией и так далее. То есть и люди этого боятся. Но история про шторм. Чем хороши кризисы, чем хороши вот такие все ситуации нестабильные? Все то, что невозможно провести в сытые годы, все то, что невозможно проанализировать, понять и разобраться в то время, когда всем хорошо, ну как более-менее вольгодно, как только кризис начинается, есть просто прекрасная отмазка, почему мы начинаем делать ревизию. Потому что без ревизии уйти на удаленку – это значит потащить весь груз, в том числе и бесполезной работы, потащить домой, а там работать гораздо сложнее, чем на рабочем месте. Вот, поэтому здесь психология, психология изменений, она все-таки стоит во главе угла. И вопросы инструментария – это пятый вопрос в том, как редакция уходит на работу. Значит, первый этап, который – это, ну, собственно, понимать, что есть психологическое сопротивление, и ничего мы с этим поделать не можем, редакторам придется с этим работать. Ну, у вас всегда вот такая табличка, «Чуваки, у нас кризис, поэтому напрягаемся, собираем себя в кучу». Итак, первый шаг, который необходимо сделать, чтобы уйти на удаленку – это проанализировать свои медиапродукты, что мы конкретно делаем, чем мы заняты, в каком объеме мы производим. И любимый мой болезненный вопрос – а надо ли в таком объеме, с такой регулярностью это все производить? Значит, то, что касается печатных изданий. Есть минимальные рамки, нарушение которых приведет к, ну, вот если там делики, к отзывам лицензий, к предупреждениям, если с газетами, значит, там нарушение договоренностей, тоже, по-моему, они прописывают с Роскомнадзором, сколько они чего выпускают. То есть в этом смысле нужно посмотреть тот минимальный порог, ниже которого опускаться нельзя просто по юридическим требованиям. Это тот минимум, вот планку обозначили. То, что касается сайтов, то, что касается цифровых, здесь мы более свободные, более гибкие. И основную ревизию, основную генеральную уборку, конечно, есть смысл проводить именно на цифровых ресурсах. Потому что цепочка у печати, цепочка у телепроизводства, она более длинная, и изменения слишком многие точки задействуют. Мой любимый вопрос. На самом ли деле нужно производить столько новостей в ленту, сколько мы производим? И вот под кризис можно провести ревизию, что если вы выпускали 45 новостей, будете выпускать 10, ваша посещаемость глобально не уменьшится в принципе. А вот то время, которое потрачено на перепечатывание, сбор, агрегацию этого всего, то, чем занимаются все остальные редакции абсолютно, вот это время бы выделить на переупаковку, на создание спецпроектов, на создание подбора коллекций, полезностей, которые будут востребованы в продолжительное время. И ответов на те вопросы, которые сейчас волнуют вашу аудиторию. То есть вот первый вопрос удаленки – это не мессенджеры, это не то, как проводить видеоконференции. Первый вопрос – это тот минимальный набор медиапродуктов, которые мы должны производить. И желательно, чтобы это был документ, чтобы там было написано «Газета, столько-то полос, столько-то новостей в неделю, столько-то интервью в неделю, столько-то развернутых очерков в неделю», чтобы можно было понимать масштаб. Дальше вторая история – это если мы делаем на сайт, с какой регулярностью, какой объем, в каких форматах. Это мы, значит, нарисовали картинку наших планов. Второй этап – это проанализировать сайт и вот здесь как раз залезть в метрику и, наконец-то, очень многие редакторы метрику смотрят только на циферку, сколько людей посетило. Надо залезть глубже и надо посмотреть, любая метрика это позволяет, посмотреть, по каким ключевым словам находят ваш сайт, по какие темы, какие форматы востребованы, с какой периодичностью люди приходят, в какое время у вас основной трафик на вашем сайте. Если это актуально, мы их не идти там или спросите своих коллег, если надо будет более подробно про то, как анализировать и превращать метрику в редакционные решения, просто сделаем отдельное видео про это. Но смысл заключается в том, что сейчас в условиях кризиса нужно сократить всю бесполезную работу, которая не приносит результат. Результат у нас измеряется в тремя показателями, в тремя критериями. Первое – это деньги, потому что всем надо платить зарплату. И вообще вся эта история, вся эта история заключается в том, что сейчас, как доминошки, начнут падать все привычные договоренности. То есть, ну, представьте себе, если вы жили на рекламе от малого бизнеса, то малый бизнес сейчас в шоке, потому что даже те ручейки доходов, которые у них есть, и которые, часть из которых они выделяли, может быть, вам в качестве платы за рекламу, все эти ручейки сейчас просто пересыхают, и тупо у бизнесов не хватает денег. Если вашими рекламодателями были крупные бизнесы, там будет чуть-чуть более длительный период, но изменения тоже будут. То есть вот надо смотреть на всю эту ситуацию не только с медицинской точки зрения, но и с экономической тоже. Чем не развитие было разнообразие рекламных потоков, тем тяжелее, конечно, будет редакции. Поэтому сокращаем за счет того, что вот смотрим, что не приносит, что не приносит напрямую деньги, и это первый критерий. Второй критерий – это трафик. Приносит трафик? Да, конечно. Мне очень часто на это говорят, что вот сообщения о ДТП приносят трафик и так далее. Полезности, если вы посмотрите, что волнует людей в WhatsApp, если вы посмотрите, что, о чем горячо спорят люди на форумах, вот это генерирует основной интерес и, главное, постоянно поддерживаемый интерес. Мой любимый пример – там газета «Аргументы и факты», которая сделала тираж, который внесен в книгу рекордов Гиннеса, потому что начала отвечать на вопросы читателей. И мне кажется, что вот эта вот кризисная и нестабильная ситуация – это хороший повод в редакции основать такой штаб ответов на вопросы, начать их принимать и публиковать на сайтах, в социальных сетях, в газетах и на телеке, на радио, воспользоваться нашим профессиональным умением искать материал, герифицировать информацию, находить экспертов, отвечать, отвечать, отвечать на вопросы. Потому что вот то количество людей, которые заходят, комментируют, задают дополнительные вопросы, пересылают эту ссылочку с ответами эксперта по своему кругу, генерирует трафика не меньше, чем вы там наберете просто каким-нибудь ДТПшным заголовком, наберете на какую-нибудь новость о происшествии. То есть попробуйте посмотреть, кто из редакции может взять на себя вот эту вот сильную коммуникационную часть, выделите эту часть работы, и это будет приносить вам трафик. Значит, у нас три критерия – деньги, трафик и авторитет. И здесь это тоже редакционное решение, о чем мы пишем, с какого ракурса мы пишем, как мы освещаем тему, как мы перестраиваем редакционную политику, как меняются информационные приоритеты, как мы формируем повестку дня. То есть для того, чтобы на фоне всех остальных, как ваше издание, как ваш медиабренд будет позиционироваться, какую позицию вот в этой суматохе этот бренд будет развивать. Есть стратегия желтой прессы, без вопросов, они на этом сидят, они это делают, умеют хорошо. Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом, и все, и понеслась эта история. Да, конечно, ребята срубят себе некий трафик с перепостов, но что будет дальше? То есть стратегически мыслить, либо тактически мыслить одним вопросом, это уже решение редактора. Поэтому обрезаем, используя объективные данные, не в смысле, что «Ой, мне кажется, что это никто не смотрит», «Ой, мне кажется, что это не востребовано». По максимуму мы используем метрику, по максимуму мы используем объективные данные для того, чтобы принимать решение, где мы сокращаем свою активность. Мой любимый рассказ про сокращение активности, это у нас был аудит, мы делали консалтинг для редакции, где была новостная редакция обычная, и вот нужно было переучить журналистов работать в цифровом мире. Ну, как обычно, заказ звучит. Мы залазим в метрику, смотрим вообще, как устроен сайт, и видим там, что около 80% трафика делает раздел, который никакого отношения вообще к новостной редакции не имеет. Это раздел программы телепередач. Так сложилось, что на этом сайте аудитория потребляет, вот 80% трафика аудитория потребляет программу телепередач. Не зная это, не анализируя это, редакция тратит деньги на содержание новостей, которые сидят в поте лица, 45 новостей, пишут, пишут, там вообще устали, бедные, несчастные. Но на самом деле выхлопа очень-очень мало. Поэтому в условиях кризиса мы сокращаем все неэффективные, не приносящие деньги, трафик и авторитет нашей активности. Но про авторитет не забываем, потому что это наше имя, и это позволяет выплыть и устоять вот в такие шторма. Значит, Алексей. Новостные разделы вообще часто уступают справочным по посещаемости, по глубине просмотра и времени прочтения. Здесь, смотрите, это сильно зависит от того, как организована страница, просто как дизайн организован. Потому что есть бесконечный скролл, технология, когда люди подгружают справку, а им там ниже подгружается следующая справка, такие же вопросы, близкие вопросы, и тем самым увеличивается время нахождения на странице, и можно с помощью дополнительных ссылок увеличить глубину просмотра. То есть это скорее про сценарий поведения пользователя и то, как дизайнер решил каждую конкретную страницу. Вопрос в том, что для производства... Это история про экономику. Производство новостей – это самое дорогое и самое скоропортящееся производство, и поэтому, если небольшая редакция, то я бы здесь вот честно по опыту вот поделила на три дневные стандарты и вообще не парилась бы в этом смысле. То есть я бы сделала 10 самых важных новостей, которые вы должны знать, и люди будут приходить и будут кликать, нежели делать 45 и давайте покроем все-все-все-все и сообщим каждую мелочевку, которую мы узнали. Все-таки наша задача, как журналистов, как редакторов, наша задача людям объяснять, расставлять приоритеты, обозначать значимость и помогать им разбираться. Для этого мы спрашиваем экспертов, для этого мы критически относимся ко всей информации, поэтому мы ее сортируем, просеиваем и так далее. То есть в данном случае я бы повысила просто планку качества для того, что происходит на журналистской стороне, на новостной, на то, что входит в повестку дня, и сконцентрировалась на производстве вот этих вот справочных материалов, сессии ответов на вопросы, сборов, сборов то, что волнует людей, предоставление им слова, потому что им сейчас нужен выхлоп, им сейчас нужно место, где их услышат. Социальные сети и WhatsApp — это, конечно, все прекрасно, но вот если мы говорим про жизнь сообщества, то все равно издание, местное издание, оно воспринимается как некий такой центр притяжения, поэтому можно использовать это для повышения своего статуса и своей посещаемости тоже. Значит, третий этап, и мы все еще не про инструменты, мы все еще не про то, как друг с другом чатятся, в каких мессенджерах. Как раз потому, что, еще раз подчеркну, потому что нельзя просто взять Ctrl-A, Ctrl-C и скопировать работу в офисе и притащить ее домой. Не получится. Значит, третий этап, предугадываем потребности аудитории, это те вопросы, я на очных тренингах частенько показываю эту схему, это те вопросы, которыми живут обычные люди, это те темы, которые их волнуют в первую очередь. И все то, что сейчас происходит, все решения местной и неместной администрации, все просто вот внезапные изменения в окружающей среде, они в первую очередь, их волнуют в контексте и в ракурсе, как это повлияет на их обычную жизнь. Как обеспечивать здоровье ребенка до года, что с детскими садами, как учиться, дополнительное образование, причем обе стороны, и как родителям с детьми теперь быть, и как педагогам и преподавателям сейчас быть. То есть перестраивается абсолютно каждая отрасль, и мы, как люди на перекрестке вот этих вот коммуникационных потоков, мы можем сделать на этом трафик и авторитет. Про деньги чуть позже отдельно, потому что с деньгами чуть сложнее. Если у вас стоит Яндекс.Директ, если у вас откручивается реклама-партнерка, то ручеек за счет увеличения трафика у вас будет потолще, но я так думаю, что не настолько толстый, чтобы начать платить с него полностью зарплату. То есть вот смотрите на то, что людей волнует, это ваш тематический план на ближайшее время. Просто задавая вопросы, как меняется эта отрасль, что происходит, кого это затрагивает, что делать и какие есть сложные ситуации, вопросы экспертам, вы на этом уже сделаете полезные журналистские материалы для востребованных для людей. Значит, это у нас история про продукт. То есть первые три шага – это понимание, что мы делаем и сокращение того, что делаем мы не сильно эффективно. Дальше мы идем на следующий уровень айсберга. Это был внешний уровень айсберга. Дальше идем под воду. Каким образом у нас сейчас устроена работа? В каждой редакции анализ устребованных тем, как минимум ежегодно. Ну, это правда, но мы сейчас говорим… Алексей, вы правы, но мы сейчас говорим не о том, как на самом деле это надо делать, потому что, ну, мы про это говорили там последние 15 лет. И мы сейчас говорим не про то, как это должно быть системно и планово это сделано, а мы сейчас говорим о том, что можно сделать в таком, в экстремальном формате. Значит, на четвертом этапе очень важно нарисовать схему, как работа устроена сейчас, потому что любые изменения, они должны быть основаны не на том, что… А давайте сейчас с нуля построим такую некую удаленную редакцию. Нужно посмотреть, к чему люди привыкли. И здесь я обращаюсь к той теме, с которой я начинала, к психологии людей. У людей очень инертные привычки, с которых, чтобы их оттуда столкнуть, нужно приложить вообще невероятное количество усилий, объяснений, коммуникаций, руганий, стуков по столам и так далее. Люди меняться не хотят. Это аксиома любого антикризисного менеджера. Поэтому для того, чтобы изменения прошли более-менее быстро и более-менее эффективно, нужно понять, к чему люди привыкли. Это значит, что если люди привыкли общаться в качестве мессенджера, привыкли общаться в WhatsApp, никакие более правильные Slack, Telegram, не знаю, там, сигналы или еще что-нибудь к ним просто не зайдут. Потому что время адаптации к инструменту – это достаточно большое время, плюс еще у нас есть психологическое сопротивление. И люди начнут саботировать внедрение любого инструмента. Значит, наша задача вот на этой всей волне внедрить только те новые инструменты, без которых действительно координация не получится. Поэтому рисуем, как сейчас устроено. Как у вас устроена планерка? Как это проходит? Это проходит один раз в неделю. Мы садимся на два часа, смотрим в потолок и думаем, чем же у нас, что мы будем писать на этой неделе. Такие планерки существуют. Есть другие планерки, которые собираются по три, по четыре человека и планируется главный редактор, разговаривает с ключевыми журналистами по каждому тематическому разделу, и они накидывают список. И те, которые пишут там условно про здравоохранение, обычно не пересекаются с теми, кто там политические полосы делает или политические новости. То есть в данном случае вам нужно нарисовать прямо цепочку на листочке бумаги, как это происходит, кто участвует на планерке, сколько она времени проходит, и на выходе какой результат вы получаете. Как вы вот эти планерочные решения, как вы их фиксируете. Есть редакции, в которых просто на стене есть ватман или доска, на котором это все дело выписывается. Есть люди, которые делают календарь, цифровой, в котором раскидываются, какие материалы, к какому сроку, на какой платформе будут выходить. То есть вам нужно сейчас зарисовать на этом этапе, как это устроено у вас. И вот здесь будет очень важное изменение. В любой удаленной работе каждая задача должна быть зафиксирована. То есть если... Да, либо канбан, если у вас стоит канбан-доска, либо в очном варианте. Друзья, если кому-то какие-то термины, либо какие-то слова незнакомы, вы маякуйте в чатике. Я, во-первых, буду знать, там есть смысл делать какое-то развернутое видео про это, или, как бы, все понимают, про что речь. Значит, доска заданий. И вот здесь я бы порекомендовала из бесплатных инструментов трело. Ну, давайте это мы сейчас чуть попозже сделаем. Значит, вот у вас планчик. Вот у вас есть план, как у вас устроен рабочий процесс. У вас он может быть чуть-чуть другой. Но ключевые моменты, они обозначены. И здесь, обратите внимание, здесь нет рекламистов. Здесь нет тех, кто приносит в редакцию деньги. По идее, у них этот процесс должен быть точно такой же сейчас. Что они делают, в каком порядке, какую работу кто выполняет, что из этого можно вынести на рабочие, на домашние телефоны. Что можно делать дистанционно, никуда не выезжая к рекламодателям и так далее. То есть, это история про журналистку и такая же история про рекламный отдел должен быть. Вот, собственно, что мы делаем для того, чтобы создавать медиапродукт. И дальше мы по каждому этапу смотрим, если мы перестанем встречаться вживую в редакции. Каким образом мы можем провести планерку, не пересекаясь? Давайте сделаем видео. Ну, представьте себе, то есть, если я вот как-то была на планерке, в которой участвовало 60 человек. Смысла в этой планерке, конечно, абсолютно не было, потому что два человека говорят, а остальные сидят, чатятся либо играют в игры на смартфоне. Таким образом, всегда проверяется, каким делом мы на самом деле на их планерках заняты. Результатом планерки должен быть план, что мы должны делать. Для того, чтобы создать этот план, совершенно не обязательно собираться всем вместе в видео. Я бы рекомендовала, например, такую схему. Как только у человека, у журналиста либо у редактора возникает идея материала, либо какой-то информационный повод. Мы сейчас говорим не про новости, которые потоковые, а именно про развернутый материал. У вас должно быть одно место, куда скидываются все идеи. Почему одно? Почему принцип одного окна? Потому что если у вас будет доска идей в Телеграме, доска идей в Google Доках, доска идей где-нибудь в чатике с главным редактором, вы потом никогда их не соберете. Должен быть принцип одного окна. Вы заводите один Google Док, в котором написано все идеи. Или если у вас есть Kanban, если у вас есть CRM, если у вас есть Trello, вы заводите один столбик с карточками, который называется «Идеи, которые пришли в голову». Это не значит, что надо их срочно реализовывать. Это просто мы скидываем все, не дожидаясь планерки. Сама суть планерки – это распределение заданий. И поэтому вот этот принцип и сервис Trello, он позволяет вам распределить эти задания, присвоить каждой задаче исполнителя, поставить дедлайн, когда эта задача должна быть выполнена. И каждая задача, каждая карточка позволяет там устраивать обсуждение, если возникают какие-то вопросы. То есть вот эта вот история про планирование, она размазывается по времени. Нам не нужно уже вживую собирать ни в видеочате, ни в, значит, ни в чате, ни в видеоконференции. Мы превращаем вот это вот планирование в распределенную работу, когда скидываются идеи, затем собираемся на один час в видеоконференции и говорим, вот смотрите, у нас список идей, вот это мы делаем для газеты, вот это мы делаем для сайта, вот это мы делаем развернутое, вот это мы делаем через две недели большим спецпроектом. То есть без сидения и раздумывания в потолок, что мы такое должны написать. Значит, идеи внедряют Trello, но почти никто не пользовался. Значит, смотрите, внедрение это сложно. Я поняла, про Trello тогда надо будет, я сделаю отдельное видео прямо с карточками. Значит, мой опыт внедрения Trello. Сначала это надо сделать на базе вот этих вот стикеров. То есть сначала нужно вживую показать, как эта штука работает и как она экономит время, силы и увеличивает управляемость этой всей системы. То есть когда вы на доске человеку показали, вот наш список идей, потом мы на планерке собираемся, вот эту задачку, смотри, она зафиксирована, мы назначаем на тебя, на журналиста, у этой задачи будет вот такой дедлайн, то потом сказать, что вот то же самое, что мы сделали на стене, оно превращается в электронные документы, и к ним доступ может быть с телефона, с десктопа и с любого места, где есть интернет. И в любое время мы знаем, какие задачи на тебе висят, мы точно знаем, в какой дедлайн ждать от тебя выполненную задачу. То есть вот через физический мир внедрить и объяснить чуть проще. Вы знаете, Алексей, я вот при всем том, что я злобная тетка в отношении инструментов и неверия в человечество, для меня сейчас то, что я вижу вокруг, для меня это такой эксперимент с непредсказуемым результатом. Потому что я знаю, что в стрессовых ситуациях разные коллективы и разные люди ведут себя очень по-разному и не всегда можно в спокойной жизни предсказать, как человек себя поведет. Есть совершеннейшие ужасные раздолбаи и саботажники, которые в кризисной ситуации, когда они видят, что что-то серьезно меняется, они внезапно становятся основами коллектива. А те люди, которые тянули и были лошадками в спокойное время, в ситуации кризиса делают так, а какой ужас, и убегают вообще. То есть в данном случае я бы посмотрела. Да, действительно, это ситуация, когда нет никакой гарантии, что ваша редакция выплывет. Нет никакой гарантии, что так получится соорганизоваться, выпуститься, остаться на плаву и в денежном, и в смысловом варианте. Да, это шторм, можно утонуть. Но я бы сейчас не делала тотализатор, а как раз посмотрела бы то, что делает, как реагирует и как по-разному коллективы соорганизуются для того, чтобы изменить свою работу. То есть есть... Когда мы внедряли спокойные времена, вот эти системы планирования, там были немножко другие и задачи, и формулировки, и потребности. Люди ведь, знаете, в чем еще фишка? Люди учатся, на самом деле учатся, только в двух ситуациях. Им безумно-безумно нравится то, чему они хотят научиться. Ну там типа, я очень хочу играть на флейте. И человек сидит, часами дует в эту дудку, потому что у него прямо, ай, ему очень сильно хочется. И вот есть такие люди, когда они осваивают мультимедийные инструменты, я очень хочу делать интерактивное видео, и сидит там, мучается, ютубовские ролики смотрит, погружен в это во все. То есть есть люди, которые загорелось, и они начинают это осваивать. Но большинство людей, и это там объясняется всей нейрофизиологией нашего мозга, учатся только в том случае, когда уже дальше некуда. Когда уже прибит к стенке, и когда шансов отлынивать уже не остается. Самый яркий пример в это, чтобы было понимание, что может быть по-другому. Вспомните, когда бухгалтеры в наших прекрасных бухгалтериях любых организаций считали на счетах. Самые прогрессивные считали на калькуляторе, а остальные говорили, да я на счетах быстрее посчитаю, чем на вашем калькуляторе. И тут внезапно приходит от ДНС бухгалтерия, и на рынке остаются вакансии буквально за пару лет, что требование знать, как вести бухгалтерию в ДНС, является системообразующим требованием к профессии. И эти несчастные тетеньки, матеря вообще все, что только можно, пошли на курсы, сидели, пыхтели. А, я все сломаю, я не на ту кнопочку нажала, но вот эта необходимость, она заставила людей это осваивать. Поэтому очень часто то, что мы внедряем в спокойные годы, далеко не всегда, ну, там, всегда 50-50, естественно, но в спокойные годы внедрять сложнее, чем в стрессовые и в кризисные. Поэтому вот всем, кто проводит какие-нибудь изменения в редакции, я всячески говорю, если вы проводите изменения в кризис, вам безумно повезло. Вы посидеете на этой работе, вы будете ненавидеть человечество. Это правда. Но эффективность внедрения на кризисе всегда выше, чем в спокойной ситуации. Поэтому по трэлло я поняла, по трэлло я просто сделаю конкретное видео, и всем, кто на этом вебинаре зарегистрировался, разошлю это видео, наверное, сегодня успею даже сделать его. И это мы все сделаем для вас, чтобы это была методичка, как внедрять трэлло-шпо. Значит, вот еще очень важная штука. Сейчас по сети ходит масса постов или подборок. 156 сервисов для упорядочивания работы. 386 ссылочек, чем заняться на карантине и так далее. Понимаете для себя, и если вокруг столкнетесь с этой ситуацией, остановите коллег и ваших редакторов. Вам сейчас нужен один инструмент. Вам не надо сидеть, выбирать из большого количества. Чтобы сделать выбор, вам придется загрузить каждый из них, немножечко поработать, потом оценить, какое из них лучшее, потом, а может быть, и так неудобно, а пойдемте вот то сделаем. То есть то время, которое вы тратите на выбор из большого многообразия, оно тратится неэффективно. Вот есть бесплатная доска для упорядочивания работы. Если у вас раньше внедрен BITREX 24 или у вас раньше был внедрен Мегафлан, не надо с него уходить, сидите на своей системе планирования. Но если у вас не было до этого цифровой доски, возьмите трело. Потом, когда закончится шторм, мы с вами погрузимся и сделаем по уму, хорошо, системно, красиво и все остальное. То есть мы делаем такие решения, которые бесплатные, быстрые и на время шторма. Едем дальше. Значит, что у нас с обменом... Да, то есть у нас там есть этап редактирования. Что у нас происходит в редакции очень часто? Журналист приходит к редактору, мы сидим живой в кабинете и обсуждаем, что нужно поменять, что нужно сделать по-другому, что нужно сделать. Можно имитировать эту штуку через любой звонок, через мессенджер, через Zoom, Hangouts, просто через телефонный звонок и так далее. Но представьте себе, в этой ситуации сколько материалов сваливается в разное время на редактор. То есть вот есть такое понятие в менеджменте – узкая горлышко. Это когда много-много-много процессов, и есть какое-то одно звено, через которое обязательно все процессы должны пройти. И вот в нашей системе у нас узким горлышком является редактор, и у нас еще в печати и в создании газеты узким горлышком является верстальщик. И вы знаете, что верстальщики ненавидят журналистов, потому что те всегда факапят сроки, и человек должен оставаться там дольше, работать больше и чаще, потому что вся цепочка, если она не выполнила дедлайны, то все это сваливается уже, в конце концов, на верстальщика, который готовит файлы для типографии. И вот что в цифре, что в создании любого там контент-продукта, вот редактор является таким узким горлышком. Если вы переходите на Google Doc, если вы переходите комментировать, не вживую обсуждать, что нужно сделать, а Google Doc позволяет вам писать заметки к каждому абзацу, к каждому слову, писать комментарии, либо прямо там же редактировать в процессе написания, то редактор сможет этим заниматься в ту секунду, в те три минуты, которые у него есть свободными. Координация людей на созвон, на то, что, а вот сейчас мы давай, мы обсудим этот текст, координация занимает больше времени, чем если бы вы просто переписывались в Google Doc. Плюс еще с этими видеозвонками есть какая проблема. Опять же, про узкое горлышко редактора. Вообще, в принципе, мозг, он устроен так, что он занимается одной задачей за раз. И когда говорят, ой, я многозадачный, я многозадачный, это не многозадачные, не параллельные задачи в мозге идут, а просто у человека быстрая скорость переключения. То есть он может переключить свое внимание, включиться в задачу и начать что-то продуктивно там делать. Но это тоже до определенного момента, пока мозг не взорвался просто от объема задач. Но в целом, для переключения мысли человека с задачи на задачу требуется около 7-10 минут. Это значит, что редактор только что созванивался с рекламным отделом и они обсуждали, там, не знаю, падение рекламных сборов в ближайший месяц. У него мозг работал, думал, принимал решения, придумывал какие-то ходы. И в этот момент вы ему звоните или там журналист ему звонит и говорит, ой, слушай, вот в этом абзаце, наверное, вот это слово надо поменять. Нет, человек вот так не переключается. Человеку нужно выдохнуть из этой задачи, переключиться, будет пауза, потом погрузиться в эту задачу, а тут у него еще звонит телефон, тут у него мигает мессенджер, и, в принципе, редактора вы потеряете. Перевод всего того, с чем можно избежать живого разговора, да, было удобно вживую. Можно было удобненько зайти, или там, если у вас open space, подойти к столу и сказать, слушай, посмотри, как вот здесь делать лучше. Да, в спокойные времена это работает лучше. Но сейчас у нас неспокойные времена, поэтому все редактирование, все исправления убирайте в Google Доке, убирайте в комментарии, либо совместное редактирование, которое там есть. Опять же, если нужен мануал по прям детальному, как работать в Google Доке, у нас есть редакторы, мы можем с ними просто имитировать, сделать, записать видеоролик с полной имитацией, как редактор работает с журналистом без видеосвязи. Если надо, сделаем вообще без проблем. Значит, следующая история, это про мессенджеры. Многие люди сидят в мессенджерах, тратят на это достаточно много времени. Я самый первый человек на это. На это звание. Здесь какая история? Так исторически сложилось в вашей редакции, что где-то люди тусят. Не надо это менять. Да, есть прекрасный слаг, в котором можно расписать потоки, что вот здесь мы обсуждаем такую-то тему, здесь такую-то тему. Не получается вот этой общей свалки. Но переучить людей с WhatsApp на слаг, это вы потеряете полгода и с непредсказуемым результатом. Значит, точно так же, как с аудиторией, мы идем туда, где есть аудитория, точно так же и с мессенджерами для команды мы идем туда, где люди уже привыкли общаться. Единственное изменение, которое там действительно нужно сделать, это разделить чаты на вот эти вот тематические потоки и не включать людей, кого не трогает тот или иной вопрос, не включать людей в чат, чтобы не увеличивать количество информационного шума, который на них валится. Значит, в фейсбуковом мессенджере можно сделать групповые чаты, а заглавить это в Телеграме можно сделать потоки, в WhatsApp можно сделать группы. То есть сначала, вот я, что сама практикую, я сначала на бумаге рисую, какие вопросы, какие проекты и кто туда к этим проектам имеет отношение. То есть я сначала на бумаге рисую эту схему, а потом завожу эти групповые чаты в том мессенджере, где мы общаемся. Да, вполне возможно, что случится так, что, ну не знаю, в моей ситуации у меня есть один человек, ради которого у меня стоит WhatsApp. Это наш бухгалтер, потому что ни в каких других мессенджерах она не... ее нет. Вот. Это, значит, мы в Телеграме, здесь вот мы в Facebook мессенджере. То есть это система, которая устоялась, не надо ее ломать, ее надо чуть-чуть подрихтовать напильником, чтобы у групповых чатов была тематика и только обсуждение этого проекта, только обсуждение этого вопроса в этом чате велось. Чаты — это асинхронный способ общения. Это значит, что, и нужно предупредить всех, что чат не равно... Я только написала, и сразу мне обязаны ответить. Люди, особенно когда... Особенно люди узкие горлышки, им нужно переключаться по задачам, у них есть свой собственный план, свое собственное расписание, и то, что вы написали в чате, это значит, что вы зафиксировали вопрос. Если договоритесь... Вопрос внутренней коммуникации. Договоритесь, если это действительно прям жуткий-жуткий срочный вопрос, пишите капслоком срочно. Но чтобы не... Как это называется? Не использовали слово «срочно» на каждый первый вопрос. Значит, мессенджеры приходят туда, где уже тусим. Значит, что у нас есть про видео? И здесь нужно понимать, что не только Россия сейчас... Ну, там, я вангую на ближайший месяц. Будут искать различные способы удаленной работы. Естественно, в первую очередь все ищут бесплатные инструменты. Но имейте в виду, что весь мир сейчас ломится в Zoom, весь мир сейчас ломится в Google Hangouts. И мы сидим, мы там и держим пальчики, чтобы не упали сервера, не дай бог, потому что такого наплыва и такого интереса и такой загруженности каналов видеосвязи, сервисов и платформ для видеоконференций, такого не было еще месяц назад. Вот я просто знаю, насколько сейчас все в панике бегают и наращивают мощности и пропускные способности, все, что связано с инфраструктурой. Поэтому вот сейчас про Zoom достаточно удобный сервис для видеоконференц-связи. Да, там можно видеть видеопотоки каждого человека, вы фактически в режиме совещания общаетесь, можно расшаривать экран, тут же можно чатиться, там можно показывать документы и обсуждать их. Да, все это замечательно и прекрасно, но сейчас туда ломится вся система образования, которая переходит на дистанционное обучение и по учителям, по преподавателям вузов Zoom идет просто номером один, они сейчас его заполонят, совершенно не факт, что там связь будет устойчивой. Поэтому вот когда мы говорим про видео и про видеосовещания, про конференции, я почему поставила это самым последним пунктом. Когда вы почистили все, когда вы почистили продукт, когда вы посмотрели, как вы устроены, когда вы вывели из видео общения редактирование и планерки, такие массовые, большие, то на видео общении остается только-только самое нужное, самое важное, то, что вам действительно необходимо обсудить голосом и обсудить лицом к лицу. И поэтому нагрузка на видео и распределение времени по видеоконференции у вас будет гораздо меньше, чем у той редакции, которая... Вот у нас есть планерка 2 часа, вот мы в 10 часов в понедельник собираемся и всеми этими 50 человеками сидим в видеоконференции, которая падает, потому что никакие каналы связи не справляются. Если возникают вопросы по ходу, помните, что можно задавать в чатике. Сейчас я пройдусь пока по тем вопросам, которые были предварительные и которые я здесь не проговорила. Был очень важный вопрос, который почему-то был единственный. Каким образом компенсируются расходы на связь и эксплуатацию оборудования при удаленке? Мне кажется, что здесь очень важно своим редакторам и своим издателям, директорам напомнить про это и сказать про это. То есть это удаленная работа, это не каникулы. Удаленная работа – это перемещение офиса. Следовательно, все расходы, которые связаны с организацией рабочего места, ну, в разумных пределах, по идее, конечно, было бы клево, если бы кресла купили офисные или позволили удобные офисные кресла утащить себе домой, потому что то, где вы сидите, на чем вы сидите, очень сильно влияет на вашу производительность. Но вот сесть, проговорить, что с рабочего места было бы полезно и нужно перетащить и какие дополнительные расходы будут, нужно обсуждать со своими менеджерами. Расходы на связь, по идее, вот я здесь в этом смысле такой работодатель очень маленькой команды, но по идее расходы на связь, они оплачиваются работодателем, должны оплачиваться работодателем. И проанализировать, у кого дома какой коннект и какое оборудование, это тоже менеджерская задача, менеджерская часть, потому что если человек дом на работе работает за устойчивым, хорошим компом, и там стоят все программы, и там стоят все, не знаю, все настроено для работы, то дома у человека может быть какой-нибудь нетбук, который подключен к еле живому интернету, и вся эта удаленная работа, она просто рассыпется, потому что сидеть и ждать, когда загрузится документ, ничего, собственно, ничего полезного не принесет, только нервы и срыв дедлайна. дедлайна. Поэтому, да, да, Роман, вот очень и очень правильно пишет Рома, здесь смотрите, какая история. то, что я сейчас вижу, это две схемы, причем, что в медиа, что в образовании. Есть две схемы. Схема первая. ответственные работодатели издают приказ о переводе на удаленную работу и идут по той схеме, которую написал Роман, когда можно передать в компьютер, когда передислокация рабочего места идет домой. и такого мало, такого достаточно мало, но есть смысл, наверное, на этом настаивать. А вторая схема, это что в медиа, что в образовании, это, а давайте как-нибудь. А давайте, вот сейчас, вот это ответственный режим самоизоляции, поэтому, ну вот как получится, так и получится. То есть здесь, опять же, нет универсального решения, потому что у каждого из вас очень разные начальники и очень разные менеджеры и очень по-разному оформлены трудовые отношения, давайте честно. Поэтому, если у вас все идет по трудовому кодексу, если у вас это все, там, условно бюджетная, бюджетная организация и у вас все документы в порядке, тогда, конечно, есть схема, есть трудовой кодекс. Если идет разговор про коммерческие договора, так, Ирина, это вот с Романом, это с Романом, потому что Роман в этом смысле там съел 18 тысяч собак на этом, и он здесь объяснит гораздо, гораздо лучше, чем я, потому что я коммерсант, а у нас у коммерсантов все немножко по-другому, у нас коммерческие договора с прописанными обязанностями на ГПХ. Так, ну что, друзья, значит, мы тогда из Романа вытащим, и давайте, наверное, знаете что, я поговорю с юристами, с юристами, чтобы сделать такой вопрос-ответ, сейчас надо записать, юристы, вопрос-ответ про оформление, про оформление удаленной работы. постараемся оперативно это сделать, в принципе, есть прямые выходы на людей, кто в этом, кто в этом разбирается, просто сделаем карточки с ответами на эти вопросы. Так, что еще мы не обсудили, что еще важно? Значит, у нас был вопрос про большую редакцию с несколькими СМИ, это я отдельно пришлю ссылку на материал про кросс-медийное планирование, которое я прям вот в этой ситуации сильно настоятельно рекомендую. Тогда у вас экономия вот этих вот коммуникационных столкновений и взаимодействий может произойти за счет того, что вы делаете сквозное планирование на все медиаплатформы, а не занимаетесь наполнением каждого из каждого из изданий. Когда вы запускаете в социальной сети дискуссию, самые зрелые комментарии превращаете в обзорный материал на сайте, добавляете мнение экспертов, выпускаете это в газете. То есть сквозное течение истории через несколько ваших медиаплатформ. Поэтому вот все, что касается больших компаний и больших отделов, вот эта вот работа первоначальная, то, что мы говорили, что нужно проанализировать, что мы выпускаем, в каком объеме, что можно поставить на паузу, что можно сократить без потери трафика, авторитета и денег. Для больших редакций вообще экономия, она, естественно, больше. Просто за счет объема, за счет массы. Но в целом нужно просто каждому, вот когда вы рисуете эту схему, кто что делает, и в каком порядке, кто с кем взаимодействует. Каждому этому этапу нужно задать вопрос. Нам это реально надо? Мы это для чего делаем? У нас на выходе из этого общения выходит какой документ, какое изменение продукта. Если это для того, чтобы человеку было хорошо, комфортно, ему приятно поговорить с умным человеком, с редактором, тогда мы сокращаем этот этап просто в производственной цепочке. Скелет это у нас есть планерка, у нас есть список материалов, которые мы должны сделать, у нас есть дедлайны по каждому материалу, у нас есть стандарт, что должно быть в этом материале, из каких запчастей он должен состоять, дальше, кто у нас этим занимается, и ну, собственно, человек пошел дальше выполнять задачу. Все остальное обнимашки, заботимся, улыбаемся, все хорошо, но на производственный процесс, вот эта вот человеческая коммуникация, которой очень много, чай, чат очный, на производственный процесс эта штука не влияет, на нашу результативность она не влияет. Значит, как стимулировать и контролировать? Как только у вас будет вот эта вот система, где каждое задание зафиксировано, написан человек и написан дедлайн, система контроля станет уже лучше и уже нагляднее и доступная абсолютно всем участникам процесса. Это тоже в спокойные времена, это один из, одна из причин, почему люди не сильно любят внедрять такие штуки, потому что становится наглядным, потому что когда у тебя две задачи, которые ты откладываешь уже три раза дедлайн, у тебя не остается шансов на планерке поныть о том, как сильно ты загружен и как ты вообще весь перерабатываешь. Но вот самая любимая моя отмазка, ребята, кризис, все, как только все пройдет, все будет по-прежнему, на самом деле нет, но не надо про это людям говорить, но вот эта вот система, она позволяет редактору в любой момент времени видеть, кто чем занят, кто где чего факапит и какие задачи, выполнения каких задач ждать. Любая визуализация заданий, она увеличивает контроль. В случае, если у вас стажеры, если у вас молодежная редакция, которая приходит за удовольствием, а не за зарплатой, в данном случае я бы попробовала поиграть во взрослую жизнь. Я бы сделала подборочку материалов, сейчас есть там про Тиньпо в журнал, про лайфхакер, про адмиру, где реально действующие большие, про 7 на 7, реально действующие редакции, которые распределенные изначально и которые вообще в основе своей отсутствия офиса. И показать, что, ну вот смотрите, есть прав мир, ну то есть много сайтов федеральных, крупных, которые работают по принципу распределенных редакций. И сказать, вот смотри, вот сейчас вот есть такие примеры редакции, мы будем работать так же, как они. То есть это история про моделирование ситуации, про попробую и почувствую себя в шкуре взрослого журналиста, в экстриме тем более. Ну то есть не знаю, я с молодежью в этом смысле со студентами, когда мы работаем, я чаще всего говорю, давайте поиграем во взрослых. Тем более, что чаще всего факапы молодежных редакций, либо там сбивка по дедлайнам не приносят прям сильно кардинального ущерба медиапродукту, а если приносят, надо закладываться, иметь в столе 3-4 материала, 5-6 материалов, в зависимости от того, что вы производите, для того, чтобы перекрывать вот эти невыполненные дедлайны. Но поиграть заведите, не знаю, если сами играете в компьютерные игры, то я, например, совершенно спокойно завожу ачивки, завожу вот эти золотые звездочки и хп-шки за выполнение заданий. То есть если человек это со взрослыми не взлетит, потому что это фи и баловство страшное, а с молодежными редакциями вполне себе. То есть ты выполняешь, то есть расписать все задачи, все типовые задачи, типа если ты сделал репортаж вот такой-то, то получаешь 56 поинтов опыта. И дальше делаем стенд, на котором рисуем, кто сколько хп-шек получил так, как это делается в компьютерных компьютерных играх. Значит, важная история был вопрос как раз про что делать с внешними спикерами, пресс-секретарями, мероприятиями. Ну, давайте смотреть в правде в глаза. Мероприятия сейчас закрываются вплоть до масштаба больше 10 человек не собираться, скоро будет больше 3 человек не собираться стоять метр друг от друга в магазине и так далее. То есть, как таковых брифингов, пресс-конференций, я думаю, что сейчас они все будут переводиться в онлайн. И в зависимости от того, какие у вас там связи, какие есть возможности, вы можете там быть инициатором, быть там точкой, там, источником трансляции, скайп-конференций с экспертами. То есть, вот завести у себя на сайте раздел видео, видеоинтервью в прямом эфире. Для того, чтобы их проводить, вам не нужны камеры, вам не нужны там студия большая. И, наверное, знаете, вот я сейчас говорю, и, мне кажется, есть смысл перевести. Есть опыт редакции «Хаффинтон пост», когда они только-только начинали, и вообще, в принципе, не работали только с блогерами, и не было никаких редакций очных, они сделали очень большой трафик на, значит, большой-большой трафик на скайп-интервью. Вот. Так как, если люди сидят дома, да, у них повышается медиапотребление, все спикеры сидят дома, и они точно так же вынуждены, им не нравятся, они не хотят, но они вынуждены общаться через онлайн. Вот. Поэтому есть смысл, наверное, завести у себя эти онлайн-включения. Не получится не изменить редакционную политику, не получится не пересобрать тематические планы, форматный план. То есть, все, что можно сделать дистанционно, переупаковка, подборки коллекции, прямые включения, прямые эфиры, потом расшифровка этого, потом сбор вопросов в социальных сетях, дозадавание вопросов. То есть, вся вот эта вот коммуникация, ее можно превращать в форматы. Канал Культуру анонсирует онлайн-мероприятия, абсолютно можно. Сейчас же все стриминговые платформы, все литресы и арзамасы. Культура, ну, представьте, музеи закрыты, библиотеки закрыты, люди в шоке. Не в смысле те люди, которые никогда в библиотеку не ходили, а те люди, которые там работают. То есть, для очень многих людей вот эта вся история про условный карантин и самоизоляцию, это вообще непонятно, что делать. И чем мы отличаемся, что от нас ждут пользователей, мы умеем задавать вопросы, мы умеем добывать информацию. Давайте все посмотрим на все наши темы, посмотрим на все наши рубрики и попробуем выделить именно те, которые позволят людям вот этот вот уровень тревожности, уровень неопределенности его снизить. А это ответы на вопросы, а это встречи с, онлайн-встречи с людьми, которые разбираются, а это подборки, что делать, как себя вести, полезняшки, алгоритмы действий, все в одном окне, то есть, все то, что по идее, конечно же, надо делать и в обычном режиме, но до него обычные руки не доходят, потому что в обычном режиме мы фигачим ленту новостей. Очень много онлайн-мероприятий, попробуйте сделать, завести регулярную рубрику онлайн-афиши, какую венскую оперу можно будет посмотреть сегодня, если подключиться к проекту театра HD и так далее. Вот. Значит, друзья, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Я смотрю просто на те вопросы, которые были предварительно заданы. вроде как на то, что было задано, вроде на все ответила. Значит, что я по итогам сделаю, что я поняла в нашем сейчас разговоре. Значит, я делаю отдельное видео, как настроить трело и как распределять задачи. Это мы сделаем такую имитацию работы. Дальше, как редактировать, как работать в Google Doc взаимодействие редактора и автора. Отдельная задачка. Метрика. Как данные метрики превращать в редакционные решения и какие всплески, какие интересы, куда смотреть и какие вопросы себе к этому поводу задавать. По юристам юридическое оформление работы удаленки. Это я запрошу. Сделаем отдельный материал. Что еще? Что еще? Что еще? А, ну и общий список по сервисам. У меня в книжке это это в учебнике мультимедийной журналистики мы когда писали, у меня там была одна глава инструмента мультимедийного журналиста, где мы разобрали абсолютно каждое действие, которое журналист делает, его функциональные обязанности, и какие инструменты помогают это решение, это действие ему выполнить. Я сейчас обновлю, посмотрю, какие есть условия свежие по всем этим сервисам и тоже отдельной табличкой разошлю и опубликую. Ну что, друзья мои, это то, что я вам хотела рассказать, вот там есть вопросик, вопросик, примеры удачной работы редакции на удаленке перешедших недавно из-за коронавируса. Смотрите, Ирина, на удаленку западные перешли неделю назад. То есть для того, чтобы проанализировать опыт, признать его удачным либо неудачным, сначала этот опыт надо наработать. Единственное, что я могу точно сказать, в состоянии офигения находятся абсолютно все. Нет такого прекрасного места, где люди такие сидят, почесывают на Кипре на каком-нибудь. Сидят ребята на Кипре и за Адмиру. Ну хотя вот они, наверное, так и делают. Такие сидят, почесывают пузико и говорят, да мы всю свою жизнь работали на удаленке. Или там Тинькофф журнал та же самая история, хотя Тинькофф вот сейчас последнее интервью было с Ильяховым. Тинькофф тоже, они придумывают, Тинькофф журнал, они тоже создавались как дистанционная распределенная редакция, но в результате они все потом собрались все-таки в офисе, ну потому что живое общение это прекрасное живое общение. То есть в данном случае вот эти вот поиски, как организоваться, как решить, они на любом континенте и в любой редакции. И готового сто процентов успешного решения нет. Потому что вот смотрите, мы общаемся очень часто с небольшими американскими редакциями, прям локальными, которые там даже гиперлокальные, которые там работают на микрорайон, работают на один район города. Ну в данном случае например очень сильно похоже то, что у Александра Эрлиха в Зеленограде, когда у него прям вот эти агенты и редакторы прям на микрорайоны занимаются новостями и темами прям микрорайонов очень точечно. То есть в данном случае люди живут близко по территории и они встречались ну там за круглым столом начали встречаться там в онлайне из дома. А есть редакции, которые этот корреспондент в Сеуле а редактор сидит в Лондоне или айтишники тоже работают то есть верстальщики сидят в Екатеринбурге продавцы сидят во Владивостоке а разработчики сидят где-нибудь в Австралии. И вот у айтишников как раз вот этот опыт удаленной работы он выработал несколько правил но они к нам к нашим к нашим реалиям не всегда подходят. Например вот там есть такое правило у айтишников что время присутствия в онлайне у всех участников группы должны пересекаться. То есть вы договариваетесь что что бы ни случилось какие бы котики какой бы кофе и какой обед но с 12 дня там по Москве до не знаю до 16 часов по Москве мы вся команда находимся в онлайне чтобы если что можно было оперативно что-то решить. Вот но эта история вот это правило оно выработалось только в тот момент когда случились ситуации отсутствие кого-то повлияло на на процесс до тех пор пока вы не поработаете пока вы не набьете своих собственных шишек вот эти вот правила они не родятся поэтому давайте договоримся вот про про какую историю если ваша редакция там соберется и будет двигаться в сторону удаленки вы имеете меня ввиду что я я тут изолированная что мне можно написать что мне можно задать вопросы что мы по скайпе вместе поговорим проговорим какие есть сложности либо есть какие-то вопросы конкретно по вашей редакции и просто вот это детально раз обсудим и разрулим то есть в этом смысле используйте меня просто как там консультанта советчика вдохновлятора и придумщика каких-нибудь нестандартных идей я это могу вот и мы действительно вот как Алина пишет мы сейчас собираем опыт кто как на какие грабли наступает кто с чем сталкивается пока все в состоянии наработки этого опыта потом проанализируем защитим докторскую диссертацию все будет все будет отлично значит да это абсолютно значит Алла я вернулась в чат читаю вопрос про трелои материалы да оно абсолютно международная история здесь единственное что смотрите то чего я не смогу предугадать что только опытным путем можно можно узнать вот эти все перекрывания айпишников кто кому что доступно кому в какой стране там какой сервис доступен какой недоступен вот это надо смотреть изнутри страны ну то есть как вот в россии без без VPN нельзя достучаться до LinkedIn наверняка во всех странах есть какие-то такие такие ограничения да ну VPN да но просто Алина если что у нас до сих пор за использование VPN это как бы не совсем не совсем можно все пользуются но не совсем можно так Алла по другому спроси пожалуйста про использование эксплейнеров нет смотрите смотрите все что я сейчас буду производить да вот по по этой тематике это все там можно пользоваться это все можно копировать это все можно распространять абсолютно то есть это да это не не будет никакой не будет никаких ограничений я почему вот там историю про регистрацию и не ну ссылка на автора это понятное дело я почему про регистрацию и про возможность там по вебинару поговорить здесь мне было очень важно чтобы вы позадавали вопросы в процессе потому что ну смотрите я живу в режиме удаленной работы последние лет 20 через меня прошло просто огромное количество редакций и с очным консультированием и с дистанционным и с погружением в метрики и так далее здесь надо понимать что я не всегда понимаю и не всегда знаю и могу точно угадать потребности которые есть у вас в редакции и поэтому чем больше вопросов мне задается тем более полезным этот материал может может быть понятно что чем больше вы будете внедрять тем больше вопросов будет возникать именно поэтому я всегда на связи приходите я живу в фейсбуке приходите там в фейсбук все обсудим все решим потому что для меня например совершенно очевидная история про стулья про то что ты на нем сидишь все это время у меня вымуштрованная семья что когда у меня вебинар либо когда мама работает над большим материалом и дверь закрыта то никто ничего вообще не пискнет у меня это выработано годами и какие-то вещи я осознаю что это значимо для начинающих людей которые работают начинают удаленно работать или для менеджеров которые организуют работу удаленно а какие-то вещи я могу просто не отслеживать для меня совершенно очевидно что чат это асинхронно как только мы начали это там разговаривать с образованцами выяснилось что в их картине мира мессенджер это когда тебе написали и ты должен в ту же самую секунду ответить то есть какие-то такие вещи которые у тебя у меня уже устоялись в голове есть определенные правила поведения правила переписки правила постановки задачи формулирования задачи то что в тролло мы обязательно проговорим для начинающих для тех людей кто раньше так не делал могут быть эти вопросы которые мы уже не отслеживали поэтому спрашивайте когда будете разговаривать со своими коллегами будут возникать вопросы маякуйте на все на все найдем ответы экспертов примеров инструментов и так далее хорошо я была очень рада что вы сегодня были со мной еще раз повторю что все материалы по итогам и запись и все что по итогам я запишу сделаю все пришлю с правом свободного распространения давайте все будет хорошо все будет замечательно я в вас верю если кому-то надо отдельную виртуальную обнимашку и поддержку всегда маякуйте все все организуем вот шторма бывают шторма случаются все всем привет виртуальные обнимашки пока-пока до связи в супер игре не забывай не забывай не забывай Продолжение следует...